У нас здесь мудрость от Линуса, которую она хотела бы поделиться с вами, ребятки. Все начинается с прекрасного пассажа. Ты скопировал эту функцию без понимания, что и зачем она делает, и в результате этого кода — это мусор. Снова Линус. Разве это не мило? Давайте глянем, что там было на самом деле. Это была цитата из письма всего несколько дней назад. Помните, как все такие? Линус изменился, он сходил на курсы управления гневом. Это же ведь так здорово. Короче, Стивен, хватит делать все сложнее, чем оно должно быть. То, что он говорит, это то, о чем я сейчас общаюсь на митингах три раза в неделю. И одна из фраз, которую я там слышу, это «почему все так переусложнено?». Усложнение всего это, ну, как будто сейчас этим веб-разработчики и заняты в основном. Это то, что меня подбешивает. Я реально ненавижу это. Например, вы создали сервис, который позволяет настраивать и запускать контейнеры докер. Давайте представим, что есть такое. Неважно, как это называется. И что теперь? Теперь эта штука оборачивает ваши докеры. Теперь люди не парятся с докером, а парятся с вашим новым сервисом. Вроде удобно, да? А теперь что происходит? Теперь у вас есть инструмент, которому нет документации. Его знают только внутри компании. Он делает все, что делает докер. Теперь, вместо того, чтобы учиться работать с докером, люди учатся работать с вашим сервисом, который делает то же самое. Я просто ненавижу этот подход. Ну, я выдумал эту историю. Но вообще это происходит постоянно. Я вижу, что люди оборачивают известные инструменты своими собственными велосипедами, потому что это позволяет сократить какие-то распространенные сценарии работы. И после этого у всех головняк. Пусть люди просто научатся работать с оригинальным инструментом. Ну, тут есть, конечно, свои плюсы. Все-таки простые сценарии теперь сделать проще. В этом и весь смысл. Потому что мы делаем одинаковые штуки раз за разом. И я вам по чесноку скажу, как разработчик, это нормально. Когда вы пересоздаете что-то снова и снова и снова. Это вполне себе нормально. История моей жизни. Мои коллеги создали обертку на докер-компост, назвали ее докер-компоузер. Да, и скорее всего, этот ула полный отстой. Честно, потому что теперь тебе надо выучить докер-компоузер и его опции, вместо того, чтобы использовать инструмент, который лучше документирован, который называется докер-компоуз. Теперь тебе надо учить три штуки. И одна из них теперь зависит от Сереги, которая должна обновлять документацию, несу от всего в ритме. Серега, чувак, я ненавижу это. Ну ладно, короче. Хватит копировать функции опции слоя VFS. Это плохая идея была в последний раз. Это ужасная идея в этот раз. Терпеть не могу, это улажу. Этот твой вызов, Get Next Inno, должен быть Atomic 64, Add a Turn. И все. Конец истории. Ты не особенный. Если функции VFS тебя не устраивают, то не пользуйся ими. Но черт возьми, не надо их тупо копировать без понимания, что они делают и зачем они нужны. Причина, по которой критично Get Next Inno в том, что она используется пайпами и сокетами. Эти штуки создаются на очень высоких скоростях, и номера iNode, скорее всего, не кешируются. Ты скопировал эту функцию без понимания, что и зачем она делает. И в результате твой код — это мусор. Снова. Снова. Снова.